Привет! Вам, по-моему, понравился бесконечный Майнкрафт, поэтому давайте соберём полторы тысячи лайков. Ну а мы продолжаем. Любое хайповое выживание на технологической сборке должно начинаться с тинкер печки. Именно вот в этом вот месте. Ну и как обычно, для её создания нам с вами понадобится бесконечное количество грави, глины. Ну и самое классное, это песочек. Объединим это всё вместе в верстаке для того, чтобы получить цемент. Но также ещё немножечко мы с вами заберём из квестов. Пережаривая цемент в обычной печке, мы с вами уже получаем кирпичи. Теперь, усоединив это со стеклом, мы с вами можем сделать топливный танк для нашей плавильни. Ну а также танк для сплавов. Краник для слива. Жидкостный танк. Стол для слива. А также ещё бассейн, в котором мы с вами сможем отливать блоки. И таким образом мы с вами сделали базовую плавильню. Конечно, такой плавильни для создания чего-то великого нам с вами не хватит. Поэтому придётся её немного проапгрейдить. Но для того, чтобы мы этой плавильней смогли что-то плавить из металлов, нам придётся залить сюда лаву. Из трёх медных чанков мы в этой плавильне получаем целых 4 слитка, поэтому что-то в этом есть. Засовываем вот в этот вот литейный таз обычный нагреватель. Ну и заливаем его расплавленной медью. Для того, чтобы мы с вами смогли получить смелтери контроллер. Ну и получается, что эта конструкция нам уже с вами больше не понадобится. При помощи меди этих самых кирпичей ещё создаём вот такой вот отливочный блок. Но остальные кирпичи мы с вами объединяем для того, чтобы получить обожжённый кирпич. Что уже будет являться частью полноценной плавильни. Ну и по итогу мы с вами получаем вот такую вот классненькую плавильню. Уже в которой мы с вами можем отливать более крутые вещи. Ну а также эта плавильня имеет намного больше слотов, чем было в той маленькой конструкции. В наших бочках с вами заканчивается место. Поэтому при помощи 8 железа и каких-нибудь планок мы с вами можем сделать вот такой вот железный апгрейд. При минифюл по бочке мы с вами превращаем нашу обычную бочку в железную. При помощи этого мы с вами увеличиваем слоты в этой бочке. Из одной, получается, бочки мы с вами делаем целый двойной сундук. Ну а переплавляя чанки в этой печи мы уже с вами получаем на выходе x2 продукт. То есть мы с вами засунули два чанка, а на выходе получили целых четыре слитка. Ну а поизучав немного материала из тинкера, у меня получилось собрать кобальтовая кирка, которая у нас с вами будет на 839 прочности. При этом у нас с вами оголовье из кобальта, связывающие элементы из розового золота. Ну а рукоятка у нас с вами будет из бронзы. Достаточно простые ресурсы, но для того, чтобы нам с вами достать кобальт, нам с вами придется отправиться в ад. Ну а для этого придется построить портал. Поэтому отливаем наш первый слепок, и в награду за создание первого слепка мы с вами получаем слепок пластины. Заливаем слепок пластины железа, для того, чтобы получить железную пластину. Обвинив которую с кремнем, мы с вами получаем зажигалку. Ну а для того, чтобы наши слепки хранились в одном месте, сделаем вот такой вот сундук для этих самых слепков. Но так как добывать обсидиан сейчас мы с вами не можем, Поэтому придется делать портал ванильным способом. Ну а теперь остается только его поджечь, ну и собственно зайти в него. Да, находясь в аду, конечно же, наша самая главная задача это выжить любой ценой. Но что-то не особо у меня это и получается. Но зато мы здесь с вами кобальт нашли, который, по идее, мы с вами можем добыть даже нашей железной киркой. Страшно. Хочу жить, хочу жить, хочу жить. Ах, не жить. Отливаем оголовье из кобальта. Для того, чтобы получить розовое золото, нам с вами понадобится 3 меди, а также 1 слиток золота. Ну а для того, чтобы получить бронзу, 3 меди и олова. Из бронзы отливаем рукоятку. Ну а из розового золота уже связывающий элемент. Собираем кирку в тинкер станции и получаем кирку на 880 прочности. В любом случае, мы с вами получили кирку даже еще лучше, чем я планировал сделать. Использовав не ту бронзу, мы с вами понизили скорость копания на 0,4 единицы. Ну в принципе, ничего страшного нету. Добавив к нашей кирке алмаз, мы с вами сможем увеличить прочность, а также еще сможем увеличить скорость копания. Ну а пока обойдемся и таким простым инструментом. Добегался я паду до такого момента, что наконец-таки нашел крепость. И вот этого злого скелета, который, наверное, в скором времени меня захочет убить. В общем-то, если поизучать карту, то вот здесь у нас с вами находится портал. Пробежал я вот это вот все место и нашел здесь крепость. Ну а также еще вот здесь вот у нас с вами что-то есть, скорее всего, внизу под лавой. И как-то это очень сильно похоже на какие-то шахты. Нужно будет это потом тоже изучить. Создав наконец-таки кобальтовый инструмент, я умудрился перенести портал в ад снизу наверх. И немножко украсил его. Надеюсь, вам понравится. Совсем немного подобывал кварца, золото и немножко кобальта. Ну а дальше при помощи этой печи мы с вами сможем создавать андезитовый сплав. Для того, чтобы начать изучать мод Create. Создается он при помощи заливания расплавленного железа, либо же расплавленного цинка. Заливать мы с вами будем андезит для того, чтобы получить сплав андезита. Ну а так как в данный момент мы с вами не сильно богаты цинком, поэтому будем использовать железо. Засовываем андезит в тазик, заливаем железом и на выходе получаем андезитовый сплав. При помощи железных пластин и сундука создаем воронки. Одну воронку направляем в бассейн, а вторую воронку направляем в бочку, которая уже из нашего тазика будет забирать готовую продукцию. Но поставив рычаг рядом со сливным краником, мы с вами можем его активировать и таким образом вообще автоматизируем всю эту конструкцию. То есть наш андезит будет подаваться сразу в тазик, в него будет выливаться железо и это всё будет отправляться в бочку, в которой у нас с вами потихоньку будет накапливаться андезитовый сплав. При помощи андезитового сплава мы с вами можем создавать оси, обложив которые обычными кнопками мы с вами можем получить маленькие шестерёнки. Объединив 4 маленькие шестерёнки, мы с вами можем получить вот такие вот 2 огромные. Всё это нам с вами понадобится для того, чтобы создавать свои первые механизмы и получать первую кинетическую энергию. Но для того, чтобы так каждый раз не крафтить в верстаке по 33 раза вот эти вот маленькие шестерёнки, шафты и ещё что-то тому подобное, я вам хочу показать небольшую приколюху. Для этого нам с вами понадобится любой ножик и большое количество травы, для того чтобы получить вот такую вот сухую солому. Объединяя верстаки 4 соломы, мы с вами можем получить полотно канвы. Объединив которые с палками, мы с вами сможем получить картину. Объединив картину и верстак, мы с вами получаем схему для крафта. Размещаем такие схемы, где нам с вами будет удобно ими пользоваться. К примеру, вот в этой схеме мы с вами будем создавать из обычных брёвен доски. Нажимаем галочку. И таким образом, если мы с вами будем клацать по ней правой кнопкой мыши, то мы сможем создавать здесь планки. Но если мы с вами ещё и нажмём shift, то сразу же сможем перекрафтить целый стак. Ну а после назначения этих схем на нужные нам крафты, нам с вами крафт шестерёнок просто обеспечен за доли секунды. Но так как в любом случае нам с вами придётся создавать это в очень огромных количествах, то я думаю, что такие схемы нам очень сильно упростят нашу с вами тяжёлую жизнь. Ну а тем более для того, чтобы нам с вами пройти мод крейт, нам ещё с вами понадобится ламинария. Опа! Рыбка! Вот он! Вот она рыба моей мечты! Вот она! Вот она! Которая у нас, кстати, находится где-то вон там вот. Далековато придётся плыть, но она того стоит. Отсюда нам всего лишь с вами понадобится один раскладчик ламинария. Но для того, чтобы нам с вами начать выращивать ламинарию у себя дома, нам с вами понадобится сделать вот такой вот горшок. Но для этого нам ещё нужно будет с вами сделать какую-то богатую почву. А для этого понадобится скрафтить органический компост. Ну а если я всё правильно понимаю, то этот органический компост нам нужно с вами разместить где-то в любом месте и рядом с ним засунуть какие-нибудь, к примеру, грибы, которые посадились сверху. Ну а пока эта наша земля становится богатой, мы с вами сделаем кирпичи. Семь шариков глины превращаем в кирпичи, а глиняные блоки превращаем в терракоту. В общем-то получилось у меня разместить красный мухомор и на этот органический компост. Если мы с вами нажмём F3, то увидим в правом углу, что здесь написан компост шестого уровня. Но получается, если подождать ещё немного, то это уже со временем превратится в богатую почву и получается, что я сделал всё правильно. Ну и наконец-таки спустя небольшой промежуток времени мы с вами получили богатую почву, которую собираем лопатой. Из удобрения богатой почвы кирпичей собираем какой-то богатый горшок. А уже его переделаем в ботанический горшок. Теперь по идее нам его нужно с вами поставить, разлить в него воду, ну и посадить ламинарию. Ну и подождать целых 20 минут. Чуть позже, когда мы с вами распахаем крейт, мы с вами сможем улучшить этот ботанический горшок, чтобы он был автоматическим. То есть всё, что будет в нём производиться, будет сразу же собираться и отправляться в какой-нибудь контейнер для его следующего хранения. Ну а для того, чтобы нам ещё было с вами удобнее работать с крейтом, сделаем вот такой вот тулбокс. В эту штукуину мы с вами можем поместить до 8 различных предметов и пользоваться ими. К примеру, это будут шестерёнки, различные шафты, ну и там какие-нибудь ещё, к примеру, блоки. Как вы можете заметить, то у меня внутри абсолютно нет ничего из крейта. Но если мы с вами зажмём левое альт, то у нас с вами появляется вот такая вот менюшка, где мы с вами можем выбрать различные эти 8 предметов, которые мы с вами положили в наш тулбокс. К примеру, это будут маленькие шестерёнки. Поставим сюда, 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 поместим это всё обратно и возьмём, к примеру, уже шафты. Нам это всё надоело, мы это всё сносим. И как вы видите, то просто предметы у нас с вами появились в нашем инвентаре. Поэтому зажимаем снова альт и убираем это всё обратно в нашу сумку. Как по мне, это очень прикольная и полезная вещица, потому что когда мы с вами будем сейчас строить большие-большие фермы, заводы из крейта, то нам понадобится вот так вот много раз пользоваться этими всякими штуковинами. А здесь можно просто за секунды переключаться. Дальше, для того, чтобы нам с вами изучать крейт, нам понадобится с вами сделать андезитовые кейсинги. Создаём ещё один тазик. Ну и пока что из всего возможного мы с вами можем сделать только механический пресс. Но для того, чтобы нам с вами правильно настраивать механизмы и правильно рассчитывать мощность, нам нужно с вами будет сделать вот такие вот инженерные очки. Теперь мы с вами выглядим как хайповые инженеры. Ну и теперь благодаря этим очкам мы с вами можем увидеть, сколько нам нужно кинетической энергии для того, чтобы работал, к примеру, этот механический пресс. 1280 СУ. Нужно, чтобы работал этот пресс. Одно водяное колесо у нас с вами будет выдавать 320 СУ. А 5 таких водяных колёс будет выдавать 1600. Ну и как вы понимаете, то для того, чтобы запустить вторую такую машинку, нам уже с вами не хватит нашей энергии. Поэтому нам остаётся либо увеличивать количество колёс, для того, чтобы у нас хватало энергии, либо менять источник энергии. Но с этим мы с вами разберёмся совсем чуть-чуть попозже. Но пока что мы с вами засунем 2 андезит алоэ сюда, а также ещё 5 железных пластин. И сделаем по итогу вот такой вот венчик. Объединяем это всё в верстаке для того, чтобы получить механический миксер. А его уже мы с вами будем подключать при помощи шестерёнки. Соединяем это всё при помощи цепного привода в корпусе. И таким образом мы с вами видим, что для того, чтобы работал механический миксер, нам с вами пэнса 640 СУ. Ну а для того, чтобы работали оба эти механизма, нам пэнса целых 1920. Поэтому придётся увеличивать количество наших водяных колёс. Но для того, чтобы наше колесо работало с максимальной скоростью, нам нужно с вами, во-первых, поставить сюда песок-душ, на него разлить воду, выше него тоже разлить воду. Но только потом уже присоединять колесо. И сейчас, как мы с вами можем заметить, наши шесть колёс выдают 1920 СУ. А значит, что наша система работает, да и в принципе-то с максимальной скоростью. Ну а для того, чтобы нам с вами начать делать латунные механизмы, которые более крутые, нам с вами нужно, во-первых, получить латунь, которую мы с вами будем получать через механический миксер, но при этом он должен быть нагрет горелкой Блейза. Вот таким простым образом создаём эту самую клетку. Ну а теперь всё, что нам с вами остаётся, это заточить в неё Блейза и убежать домой. Под бассейн ставим эту самую горелку, ну и, как мы можем заметить, то она совсем не горит. Ну а для того, чтобы она начала гореть, мы с вами засовываем уголь. И получается, уже в тазик мы с вами закидываем цинк и медь. И мы с вами получаем два слитка латуни. Ну а на таком моменте я, пожалуй, буду заканчивать. Большое спасибо за просмотр. С вами был Кассидобучик. Всем удачи и до новых встреч. Не забудь подписаться, лайк поставить и комментарий написать.